Данное сообщение, материал, создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?» у микрофона Владислав Горин. 15 февраля 2022 года сегодня. Это день, когда мы, мало того, что записываем этот выпуск, и когда большинство слушателей его услышат, это еще день, когда в колонии номер два в Покрове, в Владимирской области, начался суд над политиком Алексеем Навальным. И да, он уже и так находится в заключении в этой колонии. Об обстоятельствах дела немного странных. И о том, насколько этот процесс экзотичен, насколько он из ряда вон выходящий, и поговорим с Валерией Витошкиной, адвокатом правозащитного проекта «Первый отдел». И вынужденная оговорка Валерии объявлена в России иностранным агентом. Извините, Валерия, что говорю это прежде, чем поздороваться с вами. Здравствуйте. Здравствуйте. Общее впечатление от процесса. С самого начала я хотел бы вас попросить дать. Насколько это выдающийся, экзотичный для современной отечественной судебной системы процесс. Вот сперва самым широким мазком, а потом мы вгрыземся в подробности. Я думаю, что, конечно, центральной такой странностью этого процесса является то, что он проходит в выездном формате. То есть, как вы сказали, Алексея судят не в суде, в смысле не географически в суде, а географически в колонии, где он уже отбывает наказание. Надо отметить, что это не является нарушением закона. Наоборот, закон не запрещает проведение выездных судебных заседаний. Это в целом нормальная практика. Да, она нечасто, но она имеет место быть. Обычно к выездным заседаниям прибегают тогда, когда, например, есть какое-то вещественное доказательство, которое просто невозможно привести в суд, и его надо смотреть на месте. Например, так было с реконструкцией внутреннего дворика русского музея в Санкт-Петербурге. Тогда суд прямо выезжал и осматривал, потому что физически этот дворик никак в суд не привезти. И другой распространенный случай – проведение выездных заседаний, когда человек, который должен участвовать в заседании, просто физически не может прийти в суд, и в таком случае заседание проводят в больнице, например. И именно поэтому это нормальная практика. Но, с другой стороны, действующее законодательство не выдвигает каких-то требований к мотивировке необходимости переноса места судебного заседания. И именно, наверное, поэтому всем кажется таким странным то, что суд в отношении Алексея проходит именно в колонии. Более того, скажем так, что у него уже какая-то карма выездных заседаний. Почти год назад его отправили в СИЗО из отдела полиции в городе Химки. Тоже тогда все возмещали, что выездное судебное заседание, трибунал. Но, наверное, вынуждено тут расстроить. В самом по себе факте выездного судебного заседания ничего противозаконного нет, потому что законность судебного решения будет определяться именно тем, кто выносил решение. То есть это должен быть судья, который там сдал экзамен, получил статус и осуществляет правосудие в конкретном суде и в целом процедурой. Да, про суд в полицейском участке. Многие помнят вот эту комнату с Ягодой, да, кажется, на стене с его портретом. Хотя про сам выездной характер. Ну, вы сказали, что это не противоречит норме, но, кажется, практики-то такой нет. Вот если условно-досрочное освобождение, да, могут приехать. Если болезнь, могут приехать. Если особые обстоятельства в виде непереносимых физически, непереносимых доказательств, да. А так, чтобы поехали по, в общем, рядовому делу, ну, в практике скорее бы этапировали, правильно? Да, конечно, либо этапировали, либо есть прекрасная видеоконференц-связь, которая очень успешно применяется в России и в делах, в которых нет гостайны. Ее очень широко применяют. Поэтому, да, конечно, с точки зрения практики, это супер выдающийся процесс. И даже журнал «Холод», если я не ошибаюсь, они провели исследование, что это единственное выездное заседание по существу за последние десяток лет, по-моему. Давайте с другими деталями еще разберемся. Хотел бы, кстати, рекомендовать, раз уж мы тут с вами собрались про это поговорить, материал на «Медузе», он озаглавлен, как Навального снова судят на этот раз за мошенничество и оскорбление, в чем конкретно его обвиняют, какой срок ему грозит. Автор Денис Дмитриев, он очень ясно, структурированно все объяснил. Не грех будет где-то нам с вами повториться, потому что, ну, в общем, это дело важное. И с точки зрения влияния на практику, с точки зрения определения вообще правил игры в нашей стране, я бы сказал. Ну и, кстати, если уж давать рекомендации, сторонники Навального сделали такой целый сайт или небольшое издание, кстати, с играми, роликами про этот процесс, обещают тоже регулярно информировать. В деле Навального, если говорить про, собственно, суть дела, да, юридическую сторону, два эпизода у одной статьи и четыре эпизода по другой статье. Я путаю, да? Нет, там все правильно. Четыре эпизода по 159-й и два эпизода по 297-й. У него оскорбление судьи и оскорбление участников, там, прокурора и участника. Это просто две разные части статьи, поэтому это считается два разных эпизода. Оскорбление судьи, оскорбление участников и 159-й, мошенничество в особо крупных размерах. Насколько странным выглядит объединение этого дела? Опять же, то, что говорят и ваши коллеги, и те, кто закон считает лучше, чем я, что по норме можно, но насколько это в практике, и как это можно, ну, мотивировать и объяснить? Вот тут, наверное, даже если исходить из практики, то объединение уголовных дел – это действительно абсолютно нормально. Это делается с одной точки зрения, с точки зрения процессуальной экономии. То есть, когда за одним обвиняемым закрепляется одна следственная группа, которые все это расследуют, то могут быть схожие доказательства и так далее. И считается, что таким образом экономятся ресурсы. То есть, тут и с точки зрения закона, и с точки зрения практики все абсолютно нормально. Более того, все традиционные документы всегда делятся на часть, посвященную одной статье, и часть, посвященную другой статье. Поэтому здесь все в порядке. Если обращаться к делу, там многих впечатляют вот эти фразы, которые вменяются в вину в качестве оскорбления судьи и одного из участников процесса, внука-ветерана. Фразы типа «Скажите, пожалуйста, известны ли вам факты того, что вы, члены вашей семьи, подделывали документы за вашего дедушку? Вы стали на скользкий путь?» Здесь мы выясняем важнейший мотив, важнейший мотив, почему этот человек решил торговать своим дедушкой и так далее. «Ваша честь, вы нарушаете закон» или фраза «блин», состоящая из одного слова. Оскорбительность этих фраз, как это будет подтверждаться? Лингвистической экспертизой, правильно? Да, я думаю, что уже была проведена такая экспертиза, и в материалах дела просто есть допросы этих самых оскорблённых лиц, которые сказали, что они оскорбились. И этих двух доказательств будет в целом супердостаточно, чтобы привлечь Алексея к ответственности. Исходя из практики, часто защита проводит свою экспертизу, привлекает своих экспертов, говорит, что эксперты, которые вот здесь со стороны обвинения или там со стороны следствия, они странно близки обычно государственным структурам, часто участвуют в подобных процессах, как будто у них специализация есть, и какая-то заинтересованность, своего рода карьера. Но суды обычно не берут в расчёт доводы защиты. Говорят, что у нас есть экспертиза, нет повода не доверять. Вот какая практика по экспертизам? Да, к сожалению, всё так. Более того, экспертизы в целом сейчас стали таким центром всех доказательств по уголовным делам. И по любому уголовному делу всегда будет обыск и экспертиза. Вот это два следственных действия, без которых ничего не происходит. И просто сторона защиты, даже если она предполагает в силу своих знаний про специфику судебной системы в России, что их рецензия на заключение эксперта или их исследование не будет принято во внимание, это какой-то минимальный стандарт защиты, который надо осуществить. И поэтому всё равно сторона защиты проводит такие исследования, старается их приобщить. Более того, это очень хороший задел для обращения в Европейский суд по правам человека. Я, когда всё это спрашиваю, я всё-таки стараюсь сверяться, ну, представить себе гипотетическую ситуацию, что речь идёт не о Навальном, а о каком-то менее привлекающем внимании, менее экстраординарном деле, как бы на него реагировала система. Пока всё, что вы говорите, наводит на мысль, что, ну, в общем, при прочих равных это было бы нормально. Не знаю, с какими-то кавычками нужно писать слово «нормально», потому что это такая ненормальная нормальность, привычно, да, скорее. В общем, как вам кажется, что касается оскорбления суда и участников процесса, тут всё выглядит делом решённым. Ну, то есть обвинение будет, точнее, было бы, если бы речь не шла о Навальном, потому что этот судебный процесс и его исход, опять же, представляется предрешённым. Слушайте, ну вот, я буквально вчера читала новость про то, что в Ивановской области, если я не ошибаюсь, был вынесен оправдательный приговор по аналогичному составу. Я, к сожалению, не помню, какие точно там были фразы, но они реально были прям, ну, похлеще, скажем так. И там был вынесен вполне себе оправдательный приговор. Тут, к сожалению, ни для кого не будет секретом, какое будет решение, потому что это полностью политический процесс, но это не значит, что Алексею не надо защищаться, что нам не надо об этом говорить, потому что будто бы, если бы мы не будем об этом говорить, то всё вообще будет зря. С точки зрения закона, суд может вынести обвинительные приговоры в любой части. То есть там, грубо говоря, четыре эпизода по мошенничеству и два или три я точно не помню по оскорблению. И, например, могут по двум об оскорблении оправдать, по дому признать виновным и наоборот, как угодно. Если говорить про вторую часть вот этого дела, про хищение, там, в общем, тоже странно всё это выглядит, потому что есть люди, которые вроде как перевели деньги и теперь имеют претензию. Суммы, которые они переводили, они подозрительно похожи на те, которые как раз нужны для удобного обвинения. Как вам кажется, ну, во-первых, вызывает ли у вас подозрение сам характер обвинений и там связи с юристом Ильей Ремесло, который давно Навального противостоит? Выглядит ли это сконструированным всё? В первую очередь, мне как адвокату не нравится обвинение именно в той части, в какой следствие и уже потом прокуратура утверждает, что в 2017 году Алексей знал, что он не может участвовать в выборах. Однако всё равно открыл счёт для этого и стал обманным путём собирать деньги. Это не так. С юридической точки зрения, на момент, когда Алексей заявил о том, что он будет участвовать в президентской кампании, приговор по делу Киров Леса, именно тот, в результате которого ему не дали участвовать в выборах, был отменён в результате пересмотра Верховным судом этого уголовного дела, в результате вынесения решения Европейским судом по правам человека, именно на тот момент, когда Алексей сказал, я буду участвовать в президентской кампании, у него ещё не было судимости. То есть она была, потом она была отменена, поскольку был отменён обвинительный приговор, и с этой точки зрения Алексей ничего противоправного не сделал. Именно поэтому, мне кажется, что аргумент о том, что он заранее знал, что ему нельзя будет участвовать, он нерелевантен, и именно уже вот в этой точке обвинение полностью нерелевантно. Оно не имеет места просто быть. Второе, что касается этих денежных средств, я так поняла, что коллеги из Фонда борьбы с коррупцией, признанные экстремистским и запрещённые на территории Российской Федерации, они провели расследование и действительно установили, что тот человек, который написал заявление о преступлении, он какой-то родственник провластного, назовём это так, юриста и блогера, Ильи Ремесло. Это уже нам очень многое объясняет, хотя очевидно, что суд не примет это во внимание, сославшись на то, что вообще преступление, предусмотренное 159 статьёй, преступление публичного обвинения, что значит, что для возбуждения уголовного дела даже не нужно заявление о преступлении. Его могут возбудить просто по факту без заявления потерпевшего, поэтому тут власти даже могли сказать, что Навальный обманул неопределённый круг лиц, просто даже не установив этот круг потерпевших, и возбудить уголовное дело. Там есть и по другим жертвователям вопросы, в том числе потому, как были перечислены суммы на счёт, который нигде открыто не публиковался, это то, что говорят сторонники Навального, и по другим людям, по всем четырём, есть разного рода сомнения, но любопытно то, что вы сказали про мошенничество и про вот это знал, что его не зарегистрируют, собрал деньги, поэтому мошенник, всё-таки, с точки зрения нормы, может ли обвинение доказать, что был умысел, что это было покушение на преступление, мы вот точно знаем, у нас, например, есть письма какие-то или свидетельские показания, которые изобличают его как человека, который знал, что гонки не будет, собрал средства и, как там это формулируется, потратил на личные цели, на приобретение товаров и услуг и так далее, и так далее, или это даже по норме не сходится? Нет, здесь нет никакого состава, просто потому, что, опять же, насколько я понимаю, те структуры, на которые денежные средства собирались, они всегда отчитывались, у них супер прозрачная финансовая отчетность и там можно все до копейки проследить, то есть, даже если предположить, что Алексей достоверно знал, что его не зарегистрируют, что суд в итоге вынесет обвинительный приговор, что у него будет судимость и снова все по кругу, денежные средства не были им присвоены, не были им потрачены, они, как были на счете фонда борьбы с коррупцией, признанного экстремистской организацией, так и остались там. И с этой точки зрения состава здесь просто нет, потому что хищение в чем суть, что целью хищения является присвоение имущества себе с целью дальнейшего распоряжения, здесь, ну, этого, очевидно, просто нет. Спасибо за объяснение. Мы, в общем, тут дали возможность слушателям понять, в чем даже российская такая искаженная судебная система и судебная практика обычно себя ведет, да, в этом случае, а где происходят аномалии, которые могут говорить, ну, и, в общем, говорят о политическом характере, о политической мотивированности этого процесса. Есть вопрос из разряда, скорее, гипотетических, то есть обвинение про оскорбление суда и участников процесса, обвинение про мошенничество. Вообще, ФБК и руководители этой структуры, как вы, спасибо вам, заметили не раз, иначе это пришлось бы делать мне, признаны экстремистами и в случае со структурой запрещены, над эксглавами штабов идут суды по обвинению в экстремизме. Почему Навального, как вам кажется, решили судить по статье о мошенничестве и об оскорблении суда, а не за экстремизм? Дело об экстремизме надо еще расследовать. Я чуть не сказала слепить и сделать. Его надо расследовать и между тем, когда дело будет расследовано в реалиях того, что большая часть фигурантов сейчас находится за границей и тем, как обвинительный приговор вступит в законную силу, может пройти очень большое временно люфт. В целом, расследование огромного уголовного дела и слушание его в суде может занимать до трех-четырех лет. И это абсолютно нормально. Я предположу, что властям очень надо, чтобы Алексей был в колонии постоянно. И дело по статье 159, части 4, в количестве четырех эпизодов, обвинительный приговор, по этим делам позволяет закрыть Алексея в колонии до 15 лет. То есть, при том, что он уже находится в колонии, плюс у него по этим четырем эпизодам до 15 лет и в совокупности Алексей может оказаться в колонии, ну, к сожалению, на большую часть оставшейся ему жизни. Это звучит очень страшно, но в России вот такая сейчас парадигма. Дело в легалистском оформлении, а не в том, что мы тебя назначим мошенником и матершинником, а не будем давать тебе, опять же, в таких гигантских кавычках хочется сказать, благородное дело об экстремизме, мы не будем признавать тебя соперником. Этого мотива вы здесь не видите, вам кажется, что ничего не помешает потом еще и экстремизм оформить? У меня даже нет сомнений, что экстремизм оформят и будет обвинительный приговор, хотя это моя отдельная юридическая боль, как можно вменять всю эту деятельность, которая имела место быть до вступления решения о ликвидации в законную силу, мне непонятно, но это тема для отдельного разговора. Ну, вы тут правы, конечно, с точки зрения того, что как же его теперь будет удобно в телевизоре представлять человек, который мало того, что миллионы миллиардов рублей своровал, так еще и внука ветерана оскорбил в суде, еще и ветерана оклеветал. Это же вообще действительность телевизоров страшный кошмар. Но я больше здесь вижу просто простую утилитарную цель закрыть Алексея в тюрьме, потому что он лидер всех этих структур и без него действительно очень сложно. Если мы говорим в этом техническом легалистском ключе нужно правильно, более-менее правильно оформить бумаги, формально же Навальный сможет претендовать через какое-то время на УДО или не сможет? Ну, то есть, понятно, что на практике это будет оформлено, как он в колонии получит какие-нибудь выговоры и не сможет претендовать, но в теории. Да, вполне у него не те статьи, которые запрещают просить об условно-срочном освобождении, то есть, запрещают только террористические статьи. Он может, другой вопрос, да, как вы правильно отметили, нарисовать несколько выговоров в колонии ничего не стоит. В случае с экстремизмом, я понял, что я совершенно не знаю, нет ведь никакого срока давности, то есть, когда захотят, тогда это и будут использовать, или там есть какой-то тайминг? Там есть срок давности, нет срока давности только по очень серьезным преступлениям вроде геноцида и так далее, слава богу, это еще не пытаются поменять, просто следственные органы возбудили это уголовное дело уже по факту той деятельности, которая имела место до вступления решения Московского городского суда о ликвидации всех этих трех организаций. Из-за этого можно сказать, я предположу, что под угрозой даже те, кто в 2017, в 2018 году был связан с этими организациями. Понятно, печальные перспективы это открывает и для других сторонников Навального, в том числе, ну, в первую очередь для тех, кто не уехал, даже если они раньше отошли от дел, а это, в общем, если вспомнить, долгое время воспринималось и было вполне легальной и безопасной деятельностью многие предприниматели в регионах в это вкладывались деньгами и инвестировали так сначала робко, потом чуть осмелев в, как им казалось, новый государственный проект, изменение существующей системы по ее же правилам. Это, в общем, такая была скользкая ситуация для власти, когда кто-то начинает вкладываться, а вдруг кто-то побольше, потом вложится структура, вот эта сформировавшаяся фактически партийная в стране, вызывала, конечно, опасения у действующей власти, можно это смело сказать, не будет оригинальным это выводом. Давайте вернемся к суду в колонии, у меня есть еще пара вопросов про это, в чем, как вам кажется, тут логика, вообще, кого не пускают на такие выездные суды, кому туда не пробиться, Юлия Навальная, ее вроде как не хотели, но она добилась того, чтобы ее допустили в зал суда, как это устроено? Там сложность в том, что, чтобы пройти на территорию колонии, нужно заранее подавать бумагу в адрес администрации колонии и в адрес, соответственно, судьи, который будет рассматривать это дело. Считается, что колония это режимный объект, да, это так, и, например, сегодня я читала, что адвокатам Алексея не дали пронести ноутбуки в судебное заседание, хотя дело не секретное, средствами связи можно пользоваться. Хорошо, что пустили журналистов, заранее аккредитованных, хотя, опять же, я так понимаю, есть сложности с тем, что их не пустили непосредственно в зал, и они слушают кривую трансляцию, но, опять же, как умеем. Проблема в том, что, когда выездные заседания проводятся вот в колониях, как я уже говорила, к сожалению, могут ущемляться базовые права обвиняемого. То есть, например, у Алексея есть право, чтобы судебное разбирательство в отношении него было гласным, открытым, публичным. Это не просто его право. Европейский суд по правам человека много раз говорил, что допуск представителей общества, представителей СМИ в те процессы, которые реально важны для общества, но мы же не будем спорить, что это важный процесс для всего общества, это является гарантией справедливого судебного разбирательства, потому что есть так называемый общественный контроль. Что мы видим здесь? Ограниченный список журналистов, заранее аккредитованных, только их пропускают на территорию колонии. В так называемый зал судебного заседания их не пускают. И все это создает такую иллюзию процесса, то есть, мы вроде бы в суде, но вроде бы в колонии. Я не знаю, как это вежливо спросить, но я подозреваю, что на суде это давно не действует. Ну пришли, ну не пришли, но есть прямая трансляция, хорошая или плохая. В Кировском суде, знаете, все были, и прекрасная была трансляция, государственное агентство информационное ее вели, можно было как вживую наблюдать, и что от этого поменялось, что неужели судья испытывает какое-то моральное давление, или как-то это на него воздействует особым образом. Что-то, знаете, с большим скепсисом я к такому рассуждению отношусь. Ну мне этика не позволяет говорить, что на самом деле влияет на судью, но я уже об этом говорила, я с радостью скажу про это еще раз, это же не повод не освещать эти процессы, это не повод о них не говорить, потому что я все еще убеждена, что если это проводить за закрытыми дверьми, будет еще хуже. Ну а что нам еще остается, нам как адвокатам, вам как журналистам, как просто говорить об этом, рассказывать об этом, и это будто бы единственное, что нам осталось. Да я не оспариваю, нет, это важная вещь, я просто пытаюсь понять, зачем это было сделано. Вы говорите для того, чтобы это хуже освещалось, чтобы общество было хуже видно, да, если совсем широко говорить, то есть мотива собралась толпа под окнами суда и что-то скандируют, или там случится вдруг взятие Бастилии, этого ничего нет, ну тем более, что, собственно, когда в отделении суда шел суд по Навальному, не случилось никакого освобождения народом возлюбленного пленника. Эти мотивы, мотивы безопасности, они тут скорее отсутствуют. Здесь именно вопрос закрытости и чуть большей келейности. Хочется, чтобы было оформлено все аккуратнее. Они будто бы уже сами не знают, что сделать с Алексеем, с уголовными делами в отношении Алексея, чтобы, мне кажется, вот знаете, они пытаются сделать так, чтобы это все в закрытом формате происходило, а получается так, что это все больше и больше внимания привлекает. То есть, уже реально неделю все обсуждают то, что суд будет в колонии. По-моему, власти в этом плане добиваются чего-то обратного. Последний вопрос из интеллигентской области за границей нам поможет. Как вам кажется, есть еще этот мотив? В последние годы вы его слышали, когда неловко перед Европой. Ну, все-таки мы интегрированы в европейские судебные тоже системы, несмотря на то, что принимались нормы первоочередности национального права и что мы должны покончить с этой порочной практикой, когда в проклятые девяностые, пользуясь ослаблением России, нас, значит, внешнему влиянию подвергли, чуть не лишили суверенитета. Но вот этот мотив перед Европой неловко, и вообще там ЕСПЧ что-нибудь напишет, штраф нам выпишет, и как-то надо соблюдать приличия еще и для них, он еще присутствует? Знаете, жалко, вот когда говорят про девяностые, когда Россию чуть не лишили суверенитета, никто не вспоминает, как Европа дала денег этой самой России на то, чтобы было на что жить. Ну, ладно. Да даже если ЕСПЧ напишет, а уже сколько раз это все писали, да и 100% напишет, 100% будет найдено нарушение, 100% в пользу Алексея взыщут компенсацию. К сожалению, Российская Федерация все меньше и меньше исполняет решения Европейского Суда в части вот этих самых мер общего характера, когда Европейский Суд по правам человека говорит о том, что есть какая-то систематическая проблема, систематические факты нарушения, там, например, право на справедливое судебное разбирательство, и ЕСПЧ говорит, сделайте с этим что-нибудь. Это не нормально, это не стандарты демократического правового государства, а Россия просто платит компенсации и делает вид, что всего остального не существует. К сожалению, сейчас власти гораздо проще платить компенсации, которые, кстати, платят из налогов налогоплательщиков, чем менять что-то системно, менять что-то изнутри. И, к сожалению, России уже давно не стыдно, очевидно, наверное, если было бы стыдно, не знаю, они бы еще исполнили древние решения ЕСПЧ, типа Юкоса в части компенсации и Маркина в части мирообщего характера, но это не происходит, потому что всем уже все равно. Печальный вывод, и еще печальнее, что кажется, это дело не исключительное, не то чтобы оно сильно ухудшит и тем более не улучшит существующую практику, оно с аномалиями, оно искаженное, есть следы политического воздействия, но в целом все и так идет совсем не здорово, и это не какое-то колоссальное ухудшение. Такой у нас с вами грустный вывод будет? Ну, знаете, с правовой, наверное, точки зрения да, потому что это, к сожалению, дно, которое постоянно так снизу тебе стучат, и ты думаешь, что хуже быть не может, а каждый раз становится хуже. Мне кажется, это даже не сколько юридический вопрос, сколько вопрос в целом про политическую ситуацию, снова, насколько все задавлено, и насколько вот именно это дело еще раз, мне кажется, покажет, насколько все сейчас плохо. Спасибо большое, Валерия. Вам спасибо. Мы говорили с адвокатом, участницей правозащитного проекта «Первый отдел» Валерии Витошкиной. Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. В самом начале выпуска вы слышали голос Натальи, она в этот раз взяла на себя роль вестника, сообщившего вам о том, что данное сообщение, материал создан, распространено, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Спасибо большое, Наталья. Объявление, это, конечно, пустое, но ваш голос. И, как в старой песне пелась наша нежность, и наша дружба делают даже эту формальность приятной. Спасибо огромное еще раз. Пожертвования на работу «Медузы» вы все так же можете отправить через страницу support.meduza.io, адрес электронной почты подкаст собакамедуза.io, подкаст «Что случилось?» это редактор и ведущий Владислав Горин, редактор и продюсер Лороса Услова, автор музыки Виктор Давыдов, отдел дизайна «Медузы», да что там, вся редакция издания. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова